я по истории общаюсь но попробуй у тебя есть вопрос я из москвы зовут сергей я евгений из харькова день независимости сегодня украины общаясь по истории как раз украинское государство женю было такое понятие как независимость украины вообще истории естественно ну-ка расскажи мне когда турки были когда были австро-венгрия когда были коммунисты когда были поляки и где же там они был независимость очень-очень просто ну да и сколько лет произошло смотрите видите вот такие вот такую вещь акты акты южной и западной россии древние документы в которых хранятся письма гетьману в том числе и вот у нас есть такой интересный момент том 13 вот том 13 этих актов видите вот письмо кошелого атамана сирка гетьману самайловичу значит пишется это не для чего иного только для охранения и целости оплаканной отчизны нашей украины но я не закончил не надо мы брали импаша что хмельницкого наследника место гетьманского разумения именовали князем над украиной и удельным княжеством украину приукрасить так как и иные как пред тем а что я себе показал архивы вижу вы таких хочется чтоб я уж кое-что показал да нет я думал ты поздороваешься так как младше а ты 10 секунд это рекорд конечно смешно просто человек слился за 10 секунд как только один документ показал это залагало что за комедия специально до надеваешь такую это вышиванка национальная одежда украинцев и белорусов это письмо филиппа олика где упоминается украина украинское государство украинские казаки так дальше и москвиты кстати на противовес на каком языке написано написано в данном случае на латинском латинскими буквами на каком языке интересно а на мускуле тогда умели писать на латинском как дяденьку подорвало видно скрепа порвало как а при чем тут украина а тебе надо на кириллица да ты так не понимаю вот смотри вот кириллица твоя родимая церковная давай посчитать вот смотри написано князю украины княжество его украинское обручено и будет он править княжеством украина и будет он князем украины от честь на наша украина пишет иван чё там написано царем россии было написано чё вы переводите как князем украины читай читай смотри читай 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 вот же написано смотри перед тобой чё такое как они боятся я напоминает изгон демона документами знаешь этого персонажа смельницкий мабуть мабуть а что тут написано внизу предатель русский лабис украине андукс вощ украинского народа ммм 1651 риг и кто там написано вождь украинского народа вот еще вождь вот еще тот же самое вот видишь а вожди вот еще вожди они в вожде были в вожде были в индейском видишь видишь нет в западной литературе еще обозначается как герцог вот герцог где был как думаешь герцог наверное в пользу больше тебя совсем плохо вижу все ну ладно это уж такое дело вот смотри есть такой интересный архив российский видишь акты южной и западной россии и вот здесь библиотеки в томе 13 ты можешь найти вот такую интересную цитату видишь даже тебе ближе сделаешь чтоб тебе прям хорошо виднелось вот видишь какая красота я не бачу поближе я зачитаю что хмельницкий наследника места гетманского разумения именовали князем над украиною и удельным княжеством украину приукрасить так как и иные княжества вольности не дал таким как пребывали при королях польских или будь то сами похотели князю хмельницкому украину вручить и княжение его всякую власть видишь это юрий хмельницкий сын богдана хмельницкого именуется князем и княжество его украина а это кстати письмо кушевого атамана сирка 1677 год он именует украину отчизны своей то есть отчизна княжество государство герцог вождь и так дальше так дальше это все синонимическое в принципе как и гетман и к чему это рассказывается еще сегодня день независимости украины чего же не рассказать история украинской государственности от кого независимость независимости от советского союза 1991 году он распался и мы вышли с окупации как и ряд дорогих государств так вы от советского союза вроде как перешли да мы освободились от окупации советского союза да а почему легли теперь под американцев и британцев а ты докажи а зачем мне докажут я и так бачу что ты бачишь ты докажи мне ты докажи мне еще кто-то там деслиг под когось да это мне докажут вон на нет и сюда нет на нет и сюда нет как говорится в книжках прочитаешь а чё если я под Китай лягла я не понял чё порогнулась под Китай в первый раз слышу такая в смысле техника вон постоянно сотрудничает как техника вся идёт в Россию с Китая северная Корея подписывается договор путин лично ездит в Корею там прогинается под этого кунчиньпиня какая техника с Китая идёт ну-ка расскажи в смысле баги элементарные баги которых уже дронами спалили там сотни штук ты что не смотришь вообще видео как вашу технику не бачил такого нет посмотри на досуги будет интересно так что там что там как прогнулась Украина под Америку ты так и не сказал хорошо прогнулась удачно докажи да зачем мне доказывать ну почитаешь в книжках ты же я смотрю читать умеешь да я читаю я вот как раз читаю другой документик смотри вот это уже итальянский архив здесь пишется про великого канцлера Украины Ивана Виговского который выступает от козаков есть также на партии из Польши и есть московиты какие-то кто такие московиты знаешь ты какой-то скучный как будто ты ахинею несёшь да я жду всё когда ты расскажешь прогнувшихся Украину под Америку англичан итальянцев не читал не не я украинцев читал но там такого не было ни разу не слышал в смысле вот смотри письма письма Пилиппа Орлика это гетьман Украины с 1000 вот это письмо 1711 года вот здесь вот упоминаются украинские законы успокойся успокойся украинские законы украинские законы успокойся республика украинская московиты Московия что не читаешь здорово здорово чё как дела да тут интересные документики смотрю всякие например например ну в данном случае передо мной находится вот такая видишь и чё там издание так 18 сентября 1939 года германа советская коммунике называется во избежание всякого рода необоснованных слухов насчёт задач советских и германских войск действующих в Польше правительство СССР и правительство Германии заявляют что действия этих войск не преследуют какой-либо цели идущей в разрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении заключённом между Германией и СССР задача этих войск наоборот состоит в том чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие нарушение распадом польского государства и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования и мне это так что-то напоминает очень сильно в Польше да ну видите вот газеты иностранные это вот описали что Советский Союз торгается в Польшу и тут кстати рашинс пишется интересный момент вот пропаганда советская как работает тоже написано вот а в то время сама советская пресса пишет что не помогает Польше освобождает ее мир приносит порядок как раньше освобождали так и сейчас освобождают да только проблема вы тогда это делали вместе рисовать может любой а снимать можно любой снимать может скажем пища смотри смотри оригинальная кинохроника это вам не кукры-мукры оригинально вы не подсадите вот давайте ближе к сути давайте ближе к сути тут видео долгое давайте ближе к сути пласти Блин, выключил случайно. Сейчас, сейчас, сейчас. Это самое интересное началось. Вот, немецкий солдат, немецкие машины. Вот этот Гудериан, это Кривошейн. Советские солдаты. Советские солдаты. А вот приезжают колонны немецких машин. Вот это мы видим общий парад, как раз таких Кривошейна с Гудерианом, советских и немецких армий в Бресте. Вот они отдают честь. Вот они в своих воспоминаниях пишут, что провели общий парад. Вот едут советские танки. Вот Кривошейн отдаёт честь. Вот ещё советские танки едет. Вот отдают тоже честь. Это всё наблюдает и немецкие, и советские войска. Видим, это всё было в Польше. Разделяли между собой Польшу. Советские и немецкие войска. Интересно, правда? От кого там было освобождали? А потом Польшу освободили от... Но Польша сейчас... Поставила Америке, НАТО. От коммунистов никто её не смог освободить, к сожалению. Потом полностью оккупировали. Полностью. Вот, видишь? Вот это... Советские и немецкие солдаты в Польше. Ага. А сейчас всё происходит, ты знаешь? А, так что, получается, уже сотрудничали, да? Уже сотрудничали, видите, как интересно. Сейчас теперь вы сотрудничаете со всякими... Там, я не знаю... Сейчас теперь вы в роли... Вы остались, Третий Рейх разрушился. А остался вот этот недосоветский Союз. Ну, то есть, новая ветвь Советского Союза. Что в твоей голове, скажи мне? Вот скажи, что в твоей голове? Я же тебе только что показал кадры. Ты же только что увидел, как вы сотрудничали с немцами. Хотя ты для этого рассказывал откровенный бред про то, что вы его освобождали. Кстати, это мне напоминает одно воспоминание, господи, если вспомнить... Один был польский генерал. В 1939 году он попал в плен к советским солдатам. Я рассказывал, что ему говорили эти Советы, когда он был в их плену. Вот, кстати, нашел. Владислав Альберт Андерс. Вот писал он в своих воспоминаниях, что... По дороге мы убедились. Значит, вот. Именно тогда я впервые услышал это характерное мнение. Мы с Германией теперь настоящие друзья. И вместе выступим против мирового капитализма. Польша выслуживалась перед Англией. Поэтому гибель ее была неминуема. Польши больше никогда не будет. Немцы подробно извещают нас о всех передвижениях польских частей, которые стремятся пробиться Бенгрию или Румынию. Я видел огромное количество танков, бронемашин и артиллерии. Правда, большинство солдат были плохо обмундированы. Кони тощие, хворые, транспорт и оружие не чищены. Но в целом армия выглядела куда лучше, чем в 1920 году. Чувствовались дисциплина и субординация. Тогда я впервые столкнулся с офицерами в красно-голубых фуражках. Мне объяснили, что эти офицеры НКВД. Сразу было заметно, что все их боятся. В старом самборе меня отвели к командиру Тюленеву. Он принял меня, окруженный по крайней мере двадцатью офицерами. И сразу набросился с упреками. Зачем я не сдался сразу? Оказал в сопротивлении, вследствие которого Красная Армия по-братски вошла в Польшу, чтобы освободить народ от бар и капиталистов. Потеряла 18 танков и много бойцов-солдат. На мое замечание, что Советы нарушили договор и без каких-либо на то основания заняли польскую территорию, я получил такой ответ. У Советского Союза своя политика. Этот аргумент мне проходилось слышать еще не раз. Тюленева интересовала, где наши солдаты и где спрятаны знамена, почему польские части уничтожают оружие и не хотят сдаваться Красной Армии. Зачем старается пробиться Бенгрию и Румынию? Почему Польша является агентом Англии? И так далее. При этом он показал мне знамя, которое ему удалось захватить. Знамя было очень красивое, сшитое золотом и серебром. Поэтому он упорно твердил, что оно принадлежало какой-то гвардейской части. Тюленев был ужасно недоволен, когда я объяснил ему, что это знамя провинциального общества ветеранов сельского восстания. Мне пришлось выслушать весьма длинную лекцию, которая содержала такие интересные тезисы. Заключенный с Германией дружественный союз вечен, поэтому править миром будут только большевики и немцы. Советская Россия поможет немцам побить Англию и Францию, чтобы раз и навсегда покончить с главным врагом Советской России – Англией. Можно не считаться Соединенными Штатами, которые никогда не вступят в войну, потому что Советы этого не допустят через свои коммунистические организации. Нет политики мудрее, чем политика Советского Союза, а Сталин – гений. Советский Союз значительно сильнее Германии. Спор, который возник между нами, был бессмысленным. Самые очевидные, казалось бы, аргументы до него не доходили. Все в Советском Союзе было самое лучшее и всего было очень много. Хотя разговор шел в достаточно спокойной атмосфере, он произвел на меня угнетающее впечатление. И было ясно, что окружающие абсолютно согласны окружающие с рассуждениями товарища Тюленева. И с подобным мнением я встречался потом на каждом шагу. То есть, как мы видим, в 1939 году деды вот этого исконного русича, которого, кстати, ты знаешь, что ты мне напоминаешь? Ты мне напоминаешь карикатуры 18-го, 20-го века, начало 20-го, Первой мировой, Крымской войны, и так далее, и так далее, и так далее, где изображалась Россия в виде такого небритого вани, такого максимального русича, что сказать, интеллигентного интеллектуального человека. Ну вот сразу же видно. И вот прямо идентично. Это же прошли столетия, а мы видим, что это все сохраняется, даже словом слова, что мы там что-то за кого-то, вот агент Англии. Единственная разница в чем, что неспокойная атмосфера, аж спутел бедный. Прямо вообще сияет, прямо звездочка, прямо. Аж солнце отражается. Так что, видите, просто невероятные вещи происходят. Видите, как его подорвало под конец. Давай, это конечно весело смотреть на это все, но земля железобетоном. Смешно. У вас уже расшизм проснулся, как быстро. Всего-то 5 секунд понадобилось. Сколько будет 8 на 9? 89. 89. Смешно. Смешно. Ну вот, собственно. Один твий лайк – це 10 новых глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!